Доступно, удобно и, что самое главное, быстро. В Москве активно открываются новые центры госуслуг. Всего по городу их уже 110. Самое главное и принципиальное отличие – это так называемый принцип одного окна. Не нужно собирать различные справки и документы по десяткам учреждений. Растет спрос и на государственные услуги в интернете. Наталья Юрьева продолжит. Пока мама оформляет справки, Даня играет в детской комнате. Новый паспорт, социальную карту студента, свидетельство о рождении и еще 300 разных документов и справок. В Москве теперь можно получить прямо посреди крупного торгового комплекса. Вместе с магазинами 12 часов подряд открыт и новый центр государственных услуг. Идеальное по комфортности расположение, уверен мэр Москвы Сергей Собянин. Сходить в кафе, ресторан, магазин и заодно получить государственные услуги. Потому что, по большому счету, идеология одна и та же, клиент-ориентированность. Это центр государственных услуг 110-й по счету в столице. Каждый из них работает по принципу службы одного окна. Если раньше различные справки и документы выдавали тысячи разрозненных структур, то теперь все сервисы сконцентрированы в одном месте. Плюс в том, что я только вот сюда пришел, вот в МФЦ, да, и сразу заполнил заявление и все. Больше не нужно в другие места не такие ходить и получать тоже здесь. Раньше, да, это нужно было в три раза в разные места ходить. Сотрудники совершенно замечательные. Обстановка совершенно другая. Все очень быстро, четко. Все вместе пять минут и заплатить успели, и печать поставить, и справки. Просто работа на высшем уровне. Здесь практически нет очередей. Среднее время ожидания около трех минут. Для сравнения, пять лет назад ждать надо было около двух часов. По скорости и качеству обслуживания в государственных центрах, Москва сейчас на первом месте в мире. Исследование влиятельной британской компании PricewaterhouseCoopers. Важнее всего менять психологию чиновников, и особенно тех, кто привык к какому-то определенному стиле работать. Поэтому, принимая заново на работу в нашем ФЦ, люди проходят тестирование. Они вообще хотят общаться с людьми, у них вообще отношение какое к клиентам. И не все эти тесты проходят. Это, во-первых. Во-вторых, происходит постоянное обучение специалистов, так, чтобы они были настроены правильно, клиенты умели с ними разговаривать, умели вести диалог. Сегодня у нас пограют в Кумарушкино, в селении. Весь день будем там сидеть. Для того, чтобы жителям новой Москвы не приходилось тратить время на дорогу, в самые дальние уголки такой большой столицы ездят мобильные центры государственных услуг. Очень удобно. Так как своего здесь нет, такого пункта, а куда-то ехать, это нужно затрачивать время. Ни секунды ожидания в интернете. 130 услуг можно получить, не выходя из виртуальной реальности. Подать заявление на регистрацию брака, оплатить коммунальные услуги, выбрать ребенку садик, школу или записаться к врачу. Вот на завтра есть, например, прием к 10 часам утра. Мы записываемся. На портале уже зарегистрировались почти 5 миллионов человек. То есть примерно каждый третий житель города вместо поездки к чиновникам теперь может заниматься своими делами. Например, гулять с детьми. Один из самых популярных московских интернет-сервисов – электронная книга жалоб. Для того, чтобы предъявить виртуальную претензию на реальную проблему, достаточно просто сфотографировать то, что не нравится. Например, вовремя не вывезенный мусор во дворе. Затем зарегистрироваться на сайте, загрузить фотографию, подписать ее и обязательно указать точный адрес. За 4 года работы портала более миллиона обращений. Из выявленных 750 тысяч реальных проблем 720 тысяч уже решены. Вместо разбитых стекол в подъездах вставлены новые. Разваливающиеся детские площадки отремонтированы. Подъезды, в которые было просто страшно заходить, приведены в порядок. Здесь были на самом деле ямы, плитки, ничего не было. То есть я сама лично. Так упала хорошо в прошлом году, что, наверное, полгода лечила руку. Срок рассмотрения каждого обращения – около четырех дней. На решение проблемы еще три. Илья, как и большинство посетителей сайта, пожаловался на самую актуальную по статистике московскую проблему – плохое состояние дворовой территории. В его случае площадка для собак рядом с домом не только не закрывалась. В заборе зияли дыры, несмотря на то, что совсем рядом дети. Вот здесь замка не было. Вот замок сделали, хоть закрыться можно спокойно. Здесь все в дырках было, сетка была плохая. Вот дальше что там, ямки закопали, везде ямы были, то есть ноги можно было поломать. Всеполученные жалобы, по словам столичного городоначальника, систематизируются для того, чтобы понять, в каких округах и почему местные руководители не справляются со своими задачами. В большом городе всегда будут какие-то отклонения, даже если они составляют считанные проценты, это уже огромное количество жалоб. Главное, чтобы на них была соответствующая реакция. И не только там реакция, которая на единственное обращение, а именно системный подход. Посмотрите, почему это происходит в этом районе, в этом дворе, с этой управляющей компанией, и после этого анализа многие чиновники либо наказываются, либо просто увольняются с работы. С помощью интернет-сервисов москвичи не только контролируют работу местных властей, но и сами принимают решение, какой будет Москва. Голосуют на портале «Активный гражданин». Например, какие деревья выбрать для своего двора. В самых активных районах и сажают быстрее. Кустарников мало, поэтому мы голосовали за то, чтобы у нас была здесь живая изгородь из чубушника красивого, цветущего, вкусно пахнущего. Решают москвичи, и как будет выглядеть центр столицы. Именно горожане выбрали дизайн скамеек, фонарей и плитки для целого ряда московских улиц. Большой и Малый Никитских, Бронный, Спиридоновки, Петровского переулка. Очень приятно осознавать, потому что понимаешь, что твое мнение, твой голос, они были учтены, и вот это все воплощено, и я абсолютно вижу, что вот конкретно Спиридоновка она получилась интереснее, чем Большая Малая Никитская и Большая Малая Бронная. В ближайших планах правительства Москвы открыть через несколько недель единый интернет-сайт, который свяжет воедино все московские сервисы и получение справок, и голосование за важные городские проекты, и электронную книгу жалоб. А работу нового Центра государственных услуг, открывшегося в торговом комплексе, мэр оценил на отлично. Сергей Семенович, вы можете нашу беседу с вами оценить? О, ну конечно. С улыбкой. Спасибо.